время в черной дыре science click тут 12 минут от времени в черной дыре ну давайте посмотрим добро пожаловать это science click сегодня световые конусы и черные дыры зажжем свечу она испустит вспышку света распространяющуюся во всех направлениях образуя все увеличивающийся пузырь этот световой пузырь трехмерный и окружает нас со всех сторон находясь внутри него невозможно выбраться за его пределы иначе пришлось бы превысить скорость света представим что мы воспринимаем лишь два измерения пространства пузырь образует окружность которая растет во все стороны ну сразу просто предлагается потасовочка представим что мы воспринимаем что два измерения пространства это обман и такой метод перевода от объемной картинки их плоскости свойства пространства и свойства плоскости ограниченная и сейчас слабо способны сосредоточиться люди начнут терять смысл постепенно они начнут дальнейшем все воспринимать плоском виде делать плоскую войку потеряет основную войку имеющие отношение к нашему пространству как бы мысль потеряется и станет более легче им доверять вот этим мальчишам шарлатанам если разложить этот процесс на временные срезы и составить их в ряд получим диаграмму на которой световой пузырь растущий с течением времени образует конус получим диаграмму на которой световой пузырь получит конус это абсолютно рукотворный объект не результат моделирования частного мы могли по-другому смоделировать как угодно это вот человек моделирует сам по своей методике рукотворная и дальнейшем он будет пытаться это распространить на свойства пространства уже заявление что получит световой конус это вранье никакого конуса не получается в природе не в плане времени в плане пространства это абсолютно модель рукотворная это не природный объект это подтасовка этот конус расширяется по направлению из прошлого в будущее и внутри него мы получим вот и вот глядите конус расширяется из прошлого в будущее вот четко да кол конуса конус геометрическая фигура которая может расширяться в пространстве ну если вы к это сориете на может севера на юг расширяться снизу вверх как угодно геометрически расширяться она не может расширяться из прошлого в будущее если вы делаете шкалу абстрактную какую-то да вы можете налепить на цилиндр на конус на шар на что угодно написать справа север слева юг при 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 бубене к этому стрелочку до вас получится циферблатик ну блин он не будет даже циферблат он не расширяется из прошлого в будущего в будущее потому что это сравнительная характеристика длительностью протекания процессов а вы обманываете людей ребятки так то есть фундаментально это вранье вот время в черной дыре сайс крик просто играют словами как наперточники такие да на рынке и дурят ребятишек посмотрим мы получим траекторию во времени вот расконус во время получим траекторию во времени ну все грунишки стороны конуса образует угол в 45 градусов относительно оси времени и теперь вот угол даже вот у них даже угол есть вот смотрите балбес мог сделать свой конус узким острым широким тупым угол базисный да он сделал 45 и сейчас он навязывает до что вот 45 вообще не научная информация это случайно совпадение этот выбор человечка слоник мог пойти там хоботом тряхнуть был бы другой угол это вот полностью субъективное наложение частного решения на результаты и на свойства пространства и времени полная некомпетентность полная безграмотность поскольку за любое время свет всегда проходит одинаковое расстояние например за один год свет всегда пройдет расстояние в один световой год данный тип объектов называется световым конусом с с течением времени основание конуса расширяется со скоростью света и чтобы мы не делали наша траектория останется ограничена этим конусом невозможно выйти за его пределы здесь опять же спорный на базе скорости света что она непреодолима в данных условиях в общей теории относительности световые конусы играют важную роль в понимании устройства вселенной в частности они накладывают ограничения на причинно-следственные связи ну сам по себе тезис да вася выдумал конус и конус накладывает ограничения на причинно-следственные связи вася тут даже зараза даже не богом должен быть не создателем вселенной вася тут вообще супер божественное существо высшего уровня накладывает ограничения на причинно-следственные связи молодцы молодцы прям достигают без препаратов или с препаратами чего они там достигают таинства достижения маразма для понимания представим события происходящие далеко от земли например взрыв сверхновой это событие не повлияет на нас пока его световой конус не достигнет земли а до этого момента никакая информация взрыве не может дойти до нас поскольку ничто не может передаваться быстрее стоп ранее сразу вранью товарищ передает что выше скорости света взаимодействия не передаются потому что один дешевый псих когда-то это постулировал да потом забрехал господин онштейн что выше скорости света воздействия не передаются хотя долл штейна вся физика опиралась на то что гравитация передается быстрее скорости света такая бы не так неоднократные были исследования весь варианты расчетов математических о моментальном дальнодействии ньютон считал моментальное дальнодействие и так далее а тут вот опять инштейн пришел такое все и все выше света ничего нет наша вселенная не могла бы существовать если бы не было взаима взаимодействия на уровне моментального дальнодействия у нас бы мир другой был не то что мы видим за окном а тут вот ребята время в черной дыре science click тупо в рот то есть нас достоверной информации по астрономии по астрофизике по физике ее нет у нас просто бредятина такая сочная льется сплошным потоком причем вот вот это вот то что это тезисы лживые да нормальный инженер или просто среднестатистический человек понимает буквально с первых слов да причем он за время этого ролика вот две минуты прошло 226 столкнулся с лживой информацией многократно с этими тезисами недостоверными некачественными вот такой у нас уровень подачи быстрее скорости света мы сможем ощутить и наблюдать это событие на земле только когда она войдет в область его светового конуса причинность факт что одно событие так вот то есть подмена всех типов взаимодействия на взаимодействие происходящее со скоростью света причинность причина с нарушена врань его так взрыве не может дойти до нас поскольку ничто не может передаваться быстрее скорости света мы сможем ощутить и наблюдать это событие вот вот как вот вот клон сказал быстрее скорости света ничего не передается основания физических нет объективные данные против того и вот вся толпа балбесов современных астрофизиков выстроилась в очередь построилась к этой кормушке потому что британские ученые сказали верьте вот этим дебилам и все рядом встаньте и они вот так вот хором ходят вот вся наша наука это бараны которые ходят вслед за британскими учеными они ничего не могут сами вот никакую теоретическую основу просчитать вот если он считает 2х2 равно 4 он не может это сказать ему надо одобрение британских ученых это ему надо дождаться когда британские ученые что-то скажут тогда он это примет и будет повторять ходить такой по интернету да по университетам и повторять то есть это полностью порабощение интеллектуальное и подведение поду под безграмотность безграмотность это уничтожение интеллектуальной мысли земли а до этого момента никакая информация о взрыве не может дойти до нас поскольку ничто не может передаваться быстрее скорости света мы сможем ощутить и наблюдать это событие на земле только когда она войдет в область его светового конуса причинность факт что одно событие может вызывать другое ограничено скоростью света вот вообще уже такие тезисы причинность факт что одно событие может вызывать другое ограничено скоростью света скоростью света вот настолько уже ты игра слов запутанная которая мало того что некорректная в плане логики она еще такая облепляющая мозг дичь кончено давайте еще раз этот момент послушаем насколько он тягостен причинность факт что одно событие может вызывать другое ограничено скоростью вот одно событие может вызывать другое ограничено скоростью света мрак во первых них фундаментальная концепция относилась поверхности пузыря и в их фантазиях поскольку мы не можем выбрать из выбраться из пузыря то какие-то там события на за периферии могут попадать вот в эту как бы интеллектуальную локацию потери интеллектуальной связи но дальше они берут уже полностью тезис и его потирают то есть если они могут взять кусочек где-то какое-то событие ограничила скоростью света в их представлении больном да то потом они распространяют этот тезис полностью и на вселенную находящуюся внутри этого пузыря то есть все кранты полная потеря логики полная подтасовка полный маразм это лютая дичь какая-то причинность факт что одно событие может вызывать другое ограничено скоростью света что важнее световые конусы позволяют нам понимать глубокое различие между понятиями времени и пространства световой конус который курица нарисовала где-то там на стеночке позволяет вам понимать различие между временем и пространством чтобы понимать различие между времени вам Vault Б .. надо открыть энциклопедию прочитать все такое время что такое пространство пространство это не материальные объекты в котором мы находимся все вот мы тут это вам не надо световой конус чтобы это понимать на читать определения люди договорились что не считают пространство справочных физике открываешь там написано что такое литр, да, это объем, часть пространства. Это физическая величина пространства, это реальный объект. Вы можете задать систему координат в этом объекте, да, вы можете перемещать какой-то другой объект материально-вещественный в этом пространстве. И вам не нужен световой кону, чтобы это от времени отличать. Время – это сравнительная характеристика длительности протекания процессов. Вот, посмотрели? Солнышко вокруг Земли или Земля вокруг Солнышка, в зависимости от того, в какой вы системе ценностей находитесь. Это у вас будет ориентир временной. Это сравнительная шкала. Рисуйте часики такие. Это у вас будет тоже сравнительная характеристика. И вам для того, чтобы одно отличить от другое, время отличить от пространства, вам не нужен световой конус. Вам не нужен этот дебил, который сочинил эту теорию. Лживую, ненаучную. Вам не нужно это стадо баранов, которые до сих пор за ним ходят. Они ходят, передают сказку, ни одного технического устройства не могли создать до сих пор. Ни одного технического устройства, основанного на теории относительности, не создано. Это конченые бараны просто. Едят траву, баксы едят, деньги едят. Они прям деньги едят. Вот так, хватит, хватит, хватит на свои эксперименты, на свои зарплаты. И ничего не производят. Они просто сантехнику нагружают, там унитазы. И рассказывают сказку. Увеличивают армию баранов. Ни больше, ни меньше. В чем же разница между временем и пространством? В пространстве мы можем двигаться в любом направлении, разворачиваться в противоположную сторону или следовать по замкнутой траектории. Но во времени все объекты двигаются в одном направлении. Слово направление примитно ко времени, да его даже некорректно в геометрическом смысле воспринимать. Вы шкалу можете сделать, она у вас будет растянута во времени. И как бы условно рассказывают про время, вот шкала. А фактически, де-факто, у времени нет направления, потому что это не геометрическое понятие. Это сравнительная характеристика. Это не существующий в природе объект. В природе нет литра времени, килограмма времени, метра времени. Секунда это сравнительная характеристика. Это не объект, не физический объект. Сравнительная характеристика длительности. Направления нет. Вот длительность времени она ни туда, ни туда, ни сюда, ни вверх, ни вниз. Вот время у вас не может длиться вверх, не может длиться за угол, не может длиться сообразно лучу света. Время не по этому принципу работает. Безграмотное чудо. Во времени невозможно повернуть назад. Мы всегда двигаемся из прошлого в будущее. Вот и даже прошлое и будущее, оно нет такого, что прошлое там за углом, а будущее вот здесь, в комнате. Его нет, этого направления. Геометрической привязки к пространству нет. Поэтому не накладывайте, не врите ребятишкам. Они путаются, наслушавшись таких безграмотных чудов. Световые конусы позволяют нам четко увидеть это различие. В пространстве мы вольны выбирать любое направление. Но во времени каждый последующий световой конус заставляет... направление нет. А конус геометрическая фигура есть, прикидывайте, да? То есть вот они вот что-нибудь набредят и так страстно потом... Вы уже забыли, да? Сколько куча рассуждений была. Начали-то они со светового конуса. А сейчас опять его достают и простачок, наивный математичек или наивный физичек, в это верят. Но инженеры и вам скажут, что это брунишки все. Не запоминайте этих световых конусов, это бред. Заставляет нас всегда двигаться вперед. Мы не можем начать двигаться назад во времени, потому что ограничены областью внутри световых конусов. Это свойство позволяет нам довольно точно определить понятие времени. Время в общей теории относительности — это просто направление, относительно которого ориентированы световые конусы. Время — это направление, относительно которого ориентированы световые конусы. Дядя Петя, сколько времени? А что это такое? Время — это направление, относительно которого ориентированы световые конусы. А что? Какие таинства, какие глубины маразма там подчеркнуты на поверхность? Курица придумала световой конус. Курица, не зная, что направление и время связаны только условно, фактически нет этого направления, времени вообще никакого. Привязала геометрический объект конус, хаотично выбранный, с хаотично выбранным углом 45 градусов. А почему не 41 градус? С хаотично выбранным углом привязала таинство своего маразма к геометрии. Обещают это в образовательном плане. Это вот совсем позорно запутавшиеся люди получили доминирование, в наших средствах зомбирования, в том числе массового образования. Ну как так? Вот допустимая траектория. Вот кирпич такой летит, да? Он может лететь в любом направлении в пространство. Вы его можете вверх кинуть, вниз. Для кирпича нет недопустимых траекторий. А тут вот товарищ конусов нарисовался и говорит о допустимых траекториях. Для физических процессов в нашей Вселенной недопустимых траекторий нет. Это научный факт. Вот нет. Ни одно направление в пространстве не препятствует физическим процессам. Происходит это не потому, что Вася придумал световой конус. А происходит это потому, что у пространства нет такого свойства препятствовать перемещению, распространению, движению материи. Все. Это физика на начальном уровне. У пространства нет свойства регламентировать движение материи. Вот в рамках трехмерности, в рамках вместительности своей, пространство вообще никак не препятствует движению материи. Поэтому то, что вы говорите, это прям вот лютая, лютая бредятина. Направление, относительно которого ориентированы световые конусы. Это направление, двигаясь вдоль которого мы не можем повернуть назад. Это направление, вдоль которого устремлены все допустимые траектории, в котором неизбежно находится наше будущее. И в направлении находится наше будущее. Ну ладно, допустимая траектория, вы отрезали часть траектории, да, ну допустим, вот, вправо комнаты вы обрезали часть траектории, влево комнаты допустимая траектория. Так вот, наше будущее там, что ли? Вы совсем, клоуны, вы не понимаете, что говорите, вот у вас смысл слов, которые вы изрекаете, вам непонятен, вы сосредоточиться не можете. Вы зачем вот эту вот бредятину выпускаете в общественное пространство информационное? Информационное наше поле, извиняюсь за применение этих терминов. Это зомбирование, это стыд и позор, это выросло времени, это вот когда вы взяли вместо достоверной информации в голову человека, напихали вот этого вот бреда, вот этих какашек интеллектуальных, вы украли его жизнь. Вы сколько-то часов времени украли, он не может уже заниматься производительной деятельностью, умыслительной, его там переклинило мозг после вот ваших глупостей. Он не знает, как до правды докопаться в этом потоке гноя. В свою очередь пространство – это набор всех прочих направлений перпендикулярных времени. Пространство – это набор всех прочих направлений перпендикулярных времени. Это до какой степени надо вообще? Пространство – набор направлений. Пространство – это реальный физический нематериальный объемный объект. Вы можете задать им любое направление. Направление – это место удаленной точки. Но это не набор направлений, привязанный ко времени. Вот это вот бред. Вы ввели время в определение пространства. У вас определение пространства получилось зависимым от времени. Это жульничество, это безграмотность конченая. Вот давайте еще раз. Это набор всех прочих направлений перпендикулярных времени. Пространство – это набор всех прочих направлений. Пространство – это набор всех прочих направлений перпендикулярных времени. Это вот каким дебилом надо быть, чтобы у вас любое направление было перпендикулярным времени. Вот давайте, вот они вообще сосредоточатся, они можно… Вот представьте, пространство, да? Вот у них есть одно время. Они говорят, что это направление. Ну, ладно, вот взяли бы палку такую, бац, пространство и поставили, да? Согласили с ними, хрен с ним, время – это направление. В пространстве. Мы поверили вам, дебилам. И дальше вы говорите, что все прочие направления, они перпендикулярны времени. Чтобы другие направления были перпендикулярны времени, у вас только вот совокупность. Вы только получаете круг. Все, вы пространство не получаете, вы плоскость получаете. Вы бормочете, не понимая что. Вы просто издаете звуки, которые вам кажутся умные. Это вот генерация околонаучных текстов, лишенных смысла. Вот релятивисты – это балбесы, которые не могут сосредоточиться и генерируют вот эту вот чушь. Я даже не знаю, это официальная точка зрения релятивистов, или это какая-то отдельная секта маленьких балбесов, релятивистов, запутавшихся в пространстве и времени. Это конченая, конченая, гнойная чушь. Как ее, господи, это что, 4 минуты 20 секунд это продолжается. А ведь люди сидят такие, смотрят, да, сутками смотрят, часами смотрят вот эту забепуху. Это как так можно? Направлений перпендикулярных времени. Направлений перпендикулярных времени.